Ой, когда я настраивал, было не так темно. В общем, у меня в комнате опять кто-то спит. Хотя, вон, сейчас я полностью в свете из окна. То есть, на улице достаточно светло. Новости, новости, новости. Но из жизни... А у меня как-то почти всё из жизни. А нет, про фильм досмотрели мы этот «Джанго освобождённый». Ну что тут скажешь? Действительно, там какие-то жуткие места, они именно что не снимаются. И показываются только лица вокруг, и звуки, звуки. Ну есть, конечно, тоже какие-то прям там против человечества. Здесь, конечно, жесть какая-то такая. Мне показалось очень таким вот впечатляющим моментом, когда... А, вот. Ну, в общем, всё. Какой мне показалось впечатляющим моментом, это то, что там, в общем, были женщины-прислуги. И прислуга, и женщина важная, скажем так. И тот человек, который всех начал убивать, он просил женщины из прислуги сказать важной женщине пока. И она так, а-а-а-а. Он говорит, ну говори ей пока. И она такая, пока важная женщина. И он так, буф, и пристрелил сразу же эту важную женщину. Ну, вообще, вот это вот ощущение какого-то справедливости, огня, который сжигает виновных в чём-то. Вот это ощущение присутствует. Очищающий огонь. Не знаю. Ну, по крайней мере, этот фильм такой прямо стоящий, мне кажется. Ну, не то, что стоящий, он немножко необычный. Там вот такое вот состояние полутриллера, полуэто... Вот немножко похоже состояние, когда гопники на улице пристают. Вот, похоже. И вот, когда смотришь этот фильм, такое ощущение, что пристали гопники. Так волнительно как бы. С сумкой, сумкой я придумал сцеплять повыше. Повыше сцеплять эти ремешки. И мне даже показалось, что выглядит не так странно. То есть, может быть, я сойду за относительно нормального человека когда-нибудь. Ну, я, по крайней мере, к этому стремлюсь, видимо. Сегодня, наконец-то, постирал вещи. А стирать у нас их непросто. У нас же стиральная машина-то нет. И мне надо было попросить... Мне надо было попросить студентку, уже бывшую, чтобы попользоваться их стиральной машиной. И, вообще, пока я стирал, мы стали разговаривать. Разговаривали о том, кто где хочет жить. И в итоге у меня почему-то потом уже сболилась голова от этого или нет. Я не знаю. Я даже не мог ужинать. Ну, решил не ужинать. И даже вот немножко поспал на полу. Ну, где я, я не буду говорить. И вообще, где я сейчас, я тоже не буду говорить. Но я спал на полу чуть-чуть. До часов двух ночи. А потом вот почистил зубы, и вот теперь я здесь. Мне, кстати, кто-то писал делать влог, влог. Но я не могу. Потому что то, где я сейчас, я не могу сказать, где я. Я больше ничего не помню. И уже и спать пора.